Старший лейтенант вооруженных сил Азербайджана Руслан Байрамов во время Отечественной войны уничтожил около 100 солдат и 63 единицы боевой техники противника. Он стал для врага кошмарным сном. По свидетельству боевых товарищей, Руслан проявил большое мужество в ходе боев за высоты вокруг Кадрута и Хаджавенда. Старший лейтенант погиб от пули снайпера во время взятия Шуши. По словам отца Шехида Азера Байрамова, Руслан с детства выбрал для себя профессию защитника Родины. Он мечтал освободить наши земли от оккупации. После окончания средней школы в селе Альбей-Гышла Губинского района Руслан поступил в военный лицей имени Джамшида Нахчеванского, а затем в высшую военную школу имени Гейдара Алиева. За мужество и героизм, проявленные в боях распоряжением Верховного главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана, старший лейтенант Руслан Байрамов был посмертно награжден медалью за Родину. Вечная память героям Азербайджана, вечная им слава. 21 декабря президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял советника по национальной безопасности Исламской республики Афганистан Хамдуллаха Мухиба и руководителя администрации президента Афганистана Мухаммада Шакира Каргагара. На встрече была высоко оценена политическая поддержка, оказанная президентом Афганистана Азербайджану с первых дней конфликта и поддержка Афганистаном территориальной целостности Азербайджана. Были затронуты двухсторонние отношения между двумя государствами, отмечены успехи, достигнутые в развитии связей, хороший потенциал для расширения сотрудничества. Была особо подчеркнута роль личных отношений президента Азербайджана и Афганистана в развитии связей между двумя странами. В ходе беседы говорилось о значении завершения конфликта в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, было отмечено, что это создает широкие возможности для многостороннего сотрудничества. На встрече состоялось также обсуждение перспектив сотрудничества в области экономики, безопасности, инвестирования, транспорта и других сферах, а также вопросы, связанные с развитием международного транспортного коридора Лапис-Лазули и участием Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане. На восстановление освобожденных от оккупации территории Азербайджана из госбюджета на 2021 год планируется выделить 2,2 миллиарда монатов. Как передает Канал-13, об этом говорится в проекте закона о государственном бюджете Азербайджанской республики на 2021 год. В результате армянской оккупации был нанесен серьезный ущерб экономике страны, уничтожены социально-экономические объекты, разрушены многие исторические культурные памятники азербайджанского народа. Указанные средства будут выделены на восстановление и реконструкцию освобожденных городов и сел с целью возвращения туда граждан, электрогаза и водоснабжения, коммуникации и дорог, создания на этих территориях современной инфраструктуры строительства новых жилых домов. Полагаю, что переселение части людей в Шушу произойдет летом следующего года. Как передает канал 13, об этом заявил репорт председателя организации охраны памятников в истории культуры на оккупированных территориях Азербайджана Файк Исмайлов, который находится в Шушу в связи с оценочными и инвентаризационными работами. По его словам, в настоящее время завершаются работы по водоснабжению города. При помощи генераторов освещается весь город. В городе остаются неразрушенные трехэтажные и пятиэтажные жилые дома. Они нуждаются в ремонте, после чего станет возможным переселение людей, сказал Исмайлов. В настоящее время ведутся работы по поиску около 40 военнослужащих, чистящихся без вести пропавшими и идентификации, более 60 лиц, личности которых не установлены. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Военное ведомство страны также предоставило данные, в том числе фотографии, имена, фамилии, обновленную информацию о воинских званиях и дате рождения 2800 двух военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 декабря. Информация об этом будет периодически предоставляться общественности. Допокоит Аллах души всех наших шехидов. Склоняем голову перед памятью наших шехидов, отмечается в сообщении Министерства. Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе. Они рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни в этот регион. Как передает канал 13, об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. С 10 ноября российские миротворцы приступили к выполнению сложнейшей миссии в Нагорном Карабахе. Их присутствие стало гарантией соблюдения договоренности о прекращении боевых действий, сказал Путин. Он уточнил, что российские миротворцы многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, для разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры, для сбережения культурных, исторических и религиозных памятников. Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь, подчеркнул президент России. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь также добавил, что с момента подписания трехстороннего соглашения в Нагорном Карабахе не было допущено серьезных инцидентов. Генеральная прокуратура Армении сообщила о десятках уголовных дел, возбужденных и расследуемых на основании многочисленных сообщений в СМИ о возможных ошибках, нарушениях, случаях преступной халатности во время войны в Карабахе. По результатам мониторинга возбуждено в общей сложности 882 уголовных дела. Расследованиями занимаются специальная следственная служба, Следственный комитет и Следственный департамент службы нацбезопасности. Обвинения предъявлены десяткам людей. Генпрокуратура обещает в процессе расследования периодически сообщать о результатах. В центре внимания правоохранителей будет вопрос, насколько очевидные преступления повлияли на окончательный исход войны.